Добрый вечер, возвращаемся мы с вами в прямой эфир и продолжаем с вами смотреть за матчами Европейской квалификации на турнир под названием The Summit Ну, с турнирной сетки я хочу, наверное, начать, наверное, и начну с турнирной сетки Ну нет, уже не начну, потому что всё у меня сломалось Да и это не суть важно, давайте смотреть пики MeteorMakers против Fnatic играет у нас И у Fnatic пока одна победа и поражение не имеется В то же время MeteorMakers тоже один раз выиграли, но проиграли уже 4 раза Да, положение MeteorMakers на всех турнирах очень плачевное Они, наверное, находятся обычно чуть ли не на последнем месте Но, скорее всего, их всё равно позовут на квалификации, потому что что? Правильно, звать тупо некого Да, тупо некого Мы считали, в принципе, достойных коллективов, ну, где-то 5-6 Это вообще, европейская квалификация будет больше напоминать СНГшную квалификацию Потому что в неё позовут Догов и Мимов Ну и всё остальное это будет вот-вот Да, Релаксы, Рокскиз, Пауэррэйнджерс Виртус ПРО Виртус ПРО, НЕКСКЗ Ну, НЕКСКЗ, я, кстати, думаю, что им даже в квал не дадут Ну да, я тоже думаю Ну, он могут дать, могут дать, то есть, я не уверен Как бы им ни разу, ну, их, по-моему, всегда же приглашали, правильно, на квалификации? Нет У меня разве в прошлом году их не было? Нет, в прошлом году их не было Были IC Капы А, да-да-да, были IC Капы, да-да-да Помню, помню Так что такое, ну, посмотрим, посмотрим, что придумают Valve Какие команды будут приглашены Но вот из-за того, что команд нету, мне начинают эти квалификации не нравиться Потому что будут приглашены команды, которые, ну, 100% не заслуживают даже участия в квалификациях Ну, видишь, опять-таки, ситуация такова, что команд не очень много И, как ни крути, куда не уходи Ты в любом случае должен звать команды, которые не совсем этого заслуживают У нас Висп Тинни от Фнатик Можно уже готовиться к следующему матчу, в принципе Следующий матч у нас Да, но я пошел тогда Да-да, ты давай, где-то прогуляйся И так далее, потому что, ну, я действительно не знаю, что здесь смотреть Митю Мейкер против NextKZ, это будет следующий матч Сразу вам скажу Ну, Висп Тинни отдали Фнатика, ну... Не, с этим пиком-то Фнатики вроде как проиграли А, нет, это Клауд Майн играли Ага Да, Фнатики, по-моему, ну, почти Не проигрывают в этой связке героев Ну, кстати, статистику было бы интересно смотреть отдельную Типа, с какой винрейт у Тиннис Виспоп? Конкретно, да, у команды Блин, вот была бы эта возможность Вообще, столько функционала можно подводить Можно было бы подводить Интересно Нет, у меня есть эти титры, но типа Можно вводить все, можно, только что, как, куда Нет, можно вводить просто в целом Связку героев Нельзя нажать там какую-то галочку Поставить у конкретной команды И смотреть на связку у конкретной команды Это было бы интереснее А сейчас пробую нажимать, у меня вообще ничего не работает Это не работает Это и пошло, оно, короче Час страшно Тим Компайр Тим Статистик Эрор Когда-нибудь это заработает? Я не умею этим заниматься Этим пусть занимаются Режиссеры Режиссеры трансляции, да Это не моя работа Я вас всех в виду имел Так, кстати Вернемся мы в студию, наверное, еще не скоро Да, да, да У нас на этих выходных, кстати Кто хочет на майские приехать в Киев Можете приезжать Тут будет весело У нас будут лан-финалы по КСу Причем отдельные Это вообще, по-моему Нет, но, кстати, это будет прикольно Потому что в этом году там офигительный лайнап на финал Там Титаны Нипы Виртус Про, которые поляки И Na'Vi Вообще прям Прям супер вообще А Na'Vi разве всем составом Будут? Ну да, всем составом Ну Na'Vi заняли пятое место Они не должны были попадать Но отказались ехать в Фнатике Из-за ситуации в Киеве Там с них поиздевались очень плотно Там в Твиттере люди Да, это да Келли с них поиздевалась Бывают, бывают Ну, это Мамы их не отпустили К сожалению Не, ну Да, про политику говорить вообще не стоит Но нельзя, конечно, однозначно Ну не, мы их не судим Мы их не судим Мы их не судим Но в этом всем один огромный плюс Огромнейший плюс Ну, в том, что на финал попали Na'Vi Да, потому что на финал попали Na'Vi Это был бы первый, если бы не попали Na'Vi Это был бы вообще первый ландфинал в Киберарейне В любой дисциплине Где было бы ни одной из наших команд Ну да, в прошлом сезоне вроде же эти Астана были Или... Да, были и те, и те А, блядь На драгоценной Na'Vi, да Ну, поляки взяли первым Не, поляки вообще стронг сейчас Да, поляки вообще красавцы Я за них всю жизнь болел Сейчас они за Virtus.pro играют И я вот не знаю, буду я за них полять или нет Ну, думаю, буду А у них же состав, да? Там два человека поменялось? Да, ушел Два молодых каких-то пришло? Да, ушел Кубен, ушел Лорд И взяли двух новых Ну, это заметно, когда стоит Паша Вот этот, вот, 26 лет еще Вот, и стоят вот эти два пацаненка по 20 лет такие Эгей Которые непонятно, как сюда попали К Паши, у которого там 18-й паспорт ушел Потому что чувак поучаствовал в нескольких турнирах в мире, скажем так Да, ну, в общем, будет действительно интересно Да, ну, это в плане рекламы Приходите, чтобы вы не удивлялись, почему мы не в студии Ну, потому что в студии, вы понимаете, сейчас Это дело такое Да, но Квалификации к интернешнлу уже скоро И мы со студией будем вещать Да, да, да Причем в очень интересном формате Скоро узнаете Больше мы вам ничего не скажем Потому что мы сами еще ничего не знаем Да, 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 но мы тоже скоро узнаем И вам обязательно сообщим Как только сами будем в курсе Ну что ж, тем временем Кнатики добирают себе еще Трента и Дараксира А Митримейкер забирает инвокера И Эншин Топарейшна Ну, Фнатики нам уже Трента сегодня показывали Зашел он очень удачно Ну, Трента с виспом и этим У них нормально получается Ну, с виспом и скини Трент они не один раз брали Действительно, получается очень хорошо Ну, плюс Дараксир сейчас для Трикси Все по плану Фнатика ведет Ну, мы как будто ни разу не видели Как Фнатик играет этим пиком Может, поэтому Мумы и занимают на всех турнирах Предпоследние-последние места Это, кстати, очень удивительно Потому что, ну, в принципе, пацаны-то Ну, по сути, пацаны неплохие Ну да, но нельзя сказать, что тут есть хоть один То есть пять датчанинов И нельзя сказать, что тут какие-то датчане Которые когда-то были там топ-1 То есть, да Ну, это все Тир-2 датчане, скажем так Тир-2 Юникорн вообще, по-моему, еще нигде не был Вот Риз, Линк и Крит, если не ошибаюсь Они были в шифтах на первом Интернешнале С Синдереном и еще скид По-моему, только Риз и Линк По-моему, Крита там не было Ну вот, тем более То есть, Эйс точно нет Юникорн вообще появился, по-моему, только со второй доты Так что, ребята Да, они всегда на слуху, они всегда на виду Вот, Тайдхантер Вот это уже нормально Тайдхантер Вот это уже по-нашему, я понимаю А по рейсси, Тайдхантер, Кентавр Это уже будет весело Запижал, ультанул, дэмэджи не получил Все отлично Все довольны, убежал, все поумирали Да-да Так все и должно быть Ну что ж, последние паны Последние паны от команды Забанивали, кстати, самых неприятных героев сейчас в доте И та и другая команда Ликантроп, Эмбер Подмасс, Шадоу, Демона, Нага Ну да, кстати Вот этого всего трэша у нас не будет Да и слава богу, что его у нас не будет Да, ну посмотрим, как будут реализовывать себя фнатики И мимо... Вообще, мимо такая команда, которая могут и Джакира ластыком забрать И мы помним ту игру на Старладере Да, кстати... Не, подожди, Джакира классный герой Суперски! После обновления будет еще лучше Просто до твоей базы будет ульта 14 секунд стоять Лежать вот такая вот... Просто кусок такой... Ну что, Герокоптер и Луна, последних два бана? Герокоптер... А куда они? Они думают, что Тени и Вис пойдут в мид, что ли? Они банят герокоптера... Ну, они могут... Ну, фнатики могут так сделать Ну, они не раз так делали, кстати И инвокеру там очень-очень больно будет, если так действительно сделают фнатики На, ну, посмотрим, какая задумка у фнатики... Ну, кстати, первый раз сегодня играют фнатики, именно к фнатике Да, ну, я их там мошнил немножечко, как раз таки, перед матчем Да, и админы их мошнили, их все всегда мошнили, но они же фнатики Ну, дизелые ребята Ну, типа, да, не суть важна Да, реплейчик все равно никто не посмотрит, ну, посмотрит, конечно, если выискать Но реплей вроде 8 дней Живут обычных... Да, которые матчи, которые не в билетах Перед матчем меня дропнуло из Dota 2 сети, я уже подумал, что вот он патч Ну, это было бы очень странно, во вторник, днем, патч такой внезапный, Valve удивляет Ну, они же там все вернулись, и они очень хотят, они очень хотят... Ну, я так скажу, не только они хотят, мы тоже все хотим Этот год действительно удивительный в плане инвайтов и прочего, потому что действительно до основного ивента уже два месяца остается А еще даже инвайтов нет Схорбодят, не переживай Фнати, кстати, 32 матча из 41 было выиграно ими С Тинни Виспом Да? Да, вот нам специально... Ну, есть Twitter, Dota-статистик, который мне и тебе в Twitter буквально 2 минуты назад написали у Фнатика Винрейт с Тинни Виспом, 78,05% Я просто не сижу в Twitter во время игры Это правильно Я вообще нигде не сижу Правильно Даже на Pornolab Это... Pornhub, да, вот этот самый большой хостинг ничего Что ты смотришь? Ничего Ничего Всегда второй вкладкой Так, короче... Так, какая вторая вкладка? Вот эта через... как она? Через режим... Скрытый, да-да-да Скрытый режим, во-в-в-в-в-в-в-в. А зачем? Я один дома живу, чего мне скрывать-то? Ну, не знаю, там, кто-то может быть Вдруг кто-то следит Вдруг кто-то придет, будто следит за тобой, да Я поэтому, у меня друзья обижаются, что я никогда никого не зову, к спецтому Я говорю, да мне как-то не хочется Я занят там постоянно, да Да у меня негде Причина раскрыта, но у меня, слава богу, друзья не смотрят Dota, поэтому они не будут знать Это правильно, мои друзья тоже не смотрят Dota Правда, некоторые начали Если вы меня еще слышите, выключайте, пожалуйста Да, это... Такое себе, во вторник днем выключайте, еще работа не закончилась Рабочий день, а не, рабочий день тут же закончился как раз Да, уже можно Так, ну что ж, пауза у нас ставится, пауза у нас ставится в связи с чем-то В связи с тем, что просто надо тупо в начале игры поставить паузу Гоу, пишет Кто, нет, ну что у меня, ты что, у меня просто через PlayStation я смотрю NHL И у меня себе на телевизоре справа от меня идет хоккей Да, а на втором мониторе и... Твиттер Да, твиттер, вот Твиттер, скайп и прочая ересь У меня чатик на Твиче не грузится почему-то Твич, короче, ты обалдел совсем Твич, мы тебя ненавидим Ну он реально, он последнюю неделю, то есть у него были, ну давно еще проблемы с чатом Постоянно он не грузился, сейчас ввели какой-то новый твич, где ты можешь в одном открыть просто все чаты Какие угодно, разные комнаты, как в доте, в принципе Ну там сейчас так же можно сделать, но это фигня Ну да, вот сейчас это можно сделать, но суть в том, что у меня чат просто не работает, он грузится, он даже не это Lost Connection, там Try to Connect, а просто, типа, вот эта попытка загрузки Блин, мне нравятся такие отмазки, как я только что написал Unicorn Sorry, Toilet Emergency Прорвало, может быть Ну может быть, да Именно Emergency Не просто Toilet, а именно так, что Emergency, вот прям вообще, короче, вот прям, едва сдержался, скажем так Ну что, третий матч сегодняшнего дня Meet Your Makers против Fnatic, еще раз вам напомню, что у Fnatic 1 победа и 0 поражений, у Meet Your Makers победа тоже 1, поражений 4 Включаю я Лину на этот матч, аннаунсера, чтобы Бастион уже достал Включим Лину, пусть будет Ну что ж, поставил у нас быстренького Вард Кентавр и знает, что все 5 героев знатиков находятся на топе, то есть драки внизу не будет, и мы это прекрасно понимаем, могут спокойно по одному уже бегать по своему лесу Ставить варты и ничего не бояться Ставить варты и ничего не бояться Кстати, Тайт Хантер Медовой, что ли? Ну, нет, вряд ли, хотя, да, Райс идет на Фазбанку, да, это Соломи Тайт Хантер А, нет, не Соломи, это, скорее всего, Дабла Медса опять, потому что... Ну, это вариант С Критом, да, скорее всего, потому что... Соломи Медлион Угу Ну, Соломи Медлиона, кстати, играли в Фнатике не один раз Но вот Виспас Тини тоже играли, ну, короче, все, они играли, это довольно такая фнатиковская стратегия Да, фнатики любят попридумывать, и это радует, конечно Ну, вот Висп идет вместе с Ханни, то есть Дабла Меду Не, это он ускорял просто рейнджевого крипа, это он просто ускорял рейнджевого крипа, чтобы Ханни намного, ну, намного удобнее стоялось What a play просто What a play просто, да, next level Да Действительно, next level, он только Райзу абсолютно пофиг, и сейчас понимает Ханни, что против Тайт Хантера ему будет ой, как невесело Плюс к тому же у него нету информации, один ли здесь этот Тайт Хантер, ну и Райз начинает формировать крипов И сразу банк уже себе несет, трех крипов добил, не, ну Тайт Хантер это очень круто, Тайт Хантер это я уважаю На топе, fly, и это форсблод Вот так Митью Мейкерс начинает Агрессивно Ну, да, ну, очень интересно Ну, вообще, у Фнатиков план на игру получше Ну, да, у них есть теневиз Да, у них есть теневиз Да, у них есть теневиз Ну, все равно Ханни довольно тяжело под своим тавером сейчас позабирать всех крипов Мы посмотрим, как он с Леоном справится Пока справляется очень хорошо Вот эту он добил, ах И вот эту, ах Ах, слабак, слабак, слабак 7-1-4-1, не, но он старался, он старался Ты ничего не получил Ты можешь, конечно, пойти драться Ты можешь, конечно, пойти драться, но это неудобно Типа ты остаешься без МП, пока подходишь просто к этому Леону Поэтому, в принципе, правильная раскачка На четвертом левеле может качать разочек Хекс Ну, посмотрим, будет ли он вообще Хекс качать, может быть В принципе, да, должен Потому что... Не, мне вообще интересно, как дальше вот дела пойдут Может, он сейчас вообще что-то невероятное придумает Какую-то с раскачку с первого левела импейла Абсолютно бессмысленно Ну, ладно, посмотрим, посмотрим Лучше дождаться, будет веселее И вот четвертый левел Райза Будет ли игрокеншелл качать или в 2 гаш Пока ждет Так, а тут еще у нас товарищ Эйс, видишь, был? Так, мана заканчивается довольно быстро у Райза Так, эйс, с сих пор он здесь И курицу можно убивать Санстрайк И от минус Хани Нет, Хани копнул Да ладно, будет ли там гаш или что-то Хани, Хани И все-таки выживает Хани И эйс еще убирает, господи Да ладно И он просто тавер добил Он вот здесь вот тавер добил Да Ошибка была в том, что... Хани Опять Хани Райз Да ладно Если бы он сейчас еще умер, там 10 хп осталось Но вот это было бы просто супер плейбай Хани Да Так вот, ошибка Тейтхантера была в том, что он дал гаш После этого дался стан А вместо энкор смеша второго левела он ударил с руки А, ну Ну да, так бы он добил И в итоге мы видим, что Хани домой таки не сбегал Банка ему никакая не нужна Он чувствует так себя великолепно Его подхиливает деревом Оно он У Тайда Если надо Подворовывает Ну и в принципе Все у него хорошо Вот на пятом левеле, да Я действительно вкачал он хекс в единичку И сейчас будет чувствовать себя принят Тем временем Трикси Колит юникорна Довольно колит юникорна И отличный санстрайк от линка Который Зарабатывает для себя Первый фраг Но Монодрейт Ой, хоста Очень и очень хорошо сейчас для Хани Побежал он сразу сюда Вместе с Сноутейлом Ну Погонился ли ДК Зайсом Да, наверное А нет Нет, не решился Хотя надо блогнаться, я считаю Так, Эйс Такой Заманивает Заманивает противника Но никто не ведется И тут уже и Крит подошел Ну вот, кстати, тут Тут надо быть очень осторожным Этому виспу Потому что для Кентавра Вы же понимаете Висп На первых левелах Это вообще еда Да, в миде уже высосал Настолько МП Товарищ Хани Что просто у Риза Он только вернулся Казалось бы А МП у него уже нету Да, это реально интересно Но сейчас у него появятся МП тапки У него правда нету вот шестого левела Очень жалко, что нету шестого левела Так бы он подошел сейчас На паты можно было бы организовать супер Супер экшен Ну вот шестой есть у Леона У него есть Смоук Ему бы сейчас копнуть крипа И уйти в Смоук Как-то появится То ли снизу, то ли сверху Это было бы очень круто Сейчас подвигает Райз Ну, Райз вот так вот вырежден Use no тапки Use no тапки Кулдау на хью Удача что давал есть у Райза Да и спокойно Ну в принципе он обыгрывает Хани по крипам Достаточно серьезно Ну ухо не имеется фраг Да, на Но такой фраг Фраг от Тауэра Польша Но подать порцию 200 голды разницы То есть немного Да, но все таки Тайда лучше дела идут Ой-ой-ой Как хорошо внизу Трикси Загулял Загулял За Тауэр Убил Отходящего на базу аппарата Ну и саму Ну и фраг опять таки отдал инвокер Вот тут не ясно Хорошо это или плохо Ну для Трикси все же хорошо наверно Купил он там Говорю для Трикси все же хорошо Он купил то что ему нужен там По моему тапок кольцо И в целом в ноль он скупился перед смертью Поэтому Более чем так Тут в инвизи крит Ну кстати интересно что-то пытается думать Но это можно убивать ноутейла Должен быть стан и дабл эдш И ноутейла успели засыпать ноутейла Спасает дерево Выживает ноутейл и айс тут едва живой Но все таки убежал Тайдхаттер ультуй уже Ультуй Ультуй что что ты так долго думаешь А что Ну он думал И умер еще ей Вот да фак О боже Почему он не ультанул Да Что ему вообще помешало ультануть Я не понимаю Ладно Час не в любом случае 4-3 стал счет Пользу команды Fnatic Снизу я не понял как Но умер линк Как умер линк И вот дарксир просто заколол Да Про заколол дарксир Али он Загангал Ханни вот начал уже гангировать То есть есть уже ассист Ханни в восьмой левел И мы видим Ищи голды у него Ну ханни более удачно Загангал чем тайт Ну тайт не гангал Тайт делал что-то немножечко Немножечко Непонятное Нифига себе Очень сильно непонятное Я бы даже сказал Ну да и Что-то я Немножечко разочаровываюсь В этом ризе Пока Да Райс что-то пока Не очень-то радует Надо бы Подсобраться ему Я не знаю Что он там будет собирать После аркантапка Будет ли это даггер Ну а если даже будет даггер То Как он его будет реализовывать Не совсем ясно Тут даже бы не даггера Какой нибудь форстафчик Был бы нормально сделать То есть Есть все равно Ульта кентавра Которая Быстро-быстро Ну очень сильно ускоряет И ты быстро бежишь На противника Еще с форстафа Врываешься И ультуешь Даггер тоже хорошая штука Но форстаф более практичен Согласен При наличии ульты кентавра Кстати Смотрю В это время ОР это уже Барабаны готовы И ПТшечка И это только девятая минута По-моему Ну даже без Мидаса Он любит он Мидас покупать Но в этой игре По-моему даже без Мидаса Все отлично У Эры И дела прям идут Лучше некуда Да и начинают пушить Тауэр Да Но они его скорее всего Здесь заберут Нету мумов даже близко Мы этим временем Организовывают здесь Гант на Трикси Ну и гант на Трикси Должен быть в принципе удачен Если Трикси разве что не убежит вот сюда Ну Трикси вообще не подходит Давай вот сюда брат друг Что там у Мидаса с левела Не ну с чего бы ему вдруг вот сейчас идти туда Ну вот сейчас он видит крита И рановато все делает Получает Хотя Трикси Не замерз Трикси Трикси Ну и умирает все таки Трикси если бы он убежал Слушай есть сразу байбек Эра Эра проблема у линка Тос на линка Тут же залетает Висп Висп будет до конца за линком бежать Юникорн тоже проседает очень сильно Линка убили Юникорн пытается убежать Но Юникорн здесь конечно тоже умрет Айяйяй там Крит пытался тп аут сделать Но его на вакуум посадил Дарк Сири это минус 4 Да вот так вот Только я хотел сказать когда только что двоих догнали Что единственный непонятный здесь момент Это байбек Трикси Оказывается байбек Трикси был сделан очень даже правильно И своевременно Так что он еще поставил ульту И выжидал с вакуумом до тех пор Пока кто то не начнет читать тп и как только началось чтение Вот он сразу стянул лицо Красавчик Виндзе Ты видел что сейчас на миде происходит Хади Эра закинул Хани на Тайдхантер и Тайдхантер И Тайдхантер Так как любят это делать Ребятки Снатик Тост кого то куда то и поехали Ну Я привык от них наблюдать вот этот вот Вечный тост дерева в толпу Да это очень круто Там же ультимейт Ну а дальше вы понимаете что для тенис виспом это вопрос Времени Ну что хаста даггер очень быстрый у Хани И сейчас начнется Действительно серьезная веселуха в исполнении Кая Давайте смотреть Как соло мидер команды Фнатик будет пытаться разыграть вот этот быстрый даггер Ну и такого героя как у него есть хорошего Потому что герой у него действительно отличный В 4 моно дрейн просто Ну и снизу наверное пора бы нападать здесь на инвокера Так летят на аппарата Сразу два сейф тп делаются Но аппарату успели забрать Рэвич просто Браво браво Эра 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 И улетает отсюда Эра снизу били инвокера тем временем Через палец Ээээ По-моему мы Блин Фнатики просто красавцы Вот серьезно Вот в этой игре вот прям Я вот в восторге от них Вот то что сделал Тейтхантер это был действительно арбуз Кайф Вот тот самый настоящий арбуз Тейтры Иду-ка я Иду-ка я по речке Слышу кто-то фармит на Эншинт Тьх да? Я Рошан заходит однако никого нет но он все равно ты 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 великолепное видео я с него когда то так потухал ну что жрать закопает ханиманы здесь должен его лишать а не но он вот так вот разводит разводит попаялся что там динка подойдет с парадом и может иметь план и где-то надо насосать в лесу он нашел а это вот здесь манэна суббит 3 просто фуллмана моментально классно 11 левел 120 манэй в секунду высадок то что надо для того же это для всех это трагедия ну что в рейдинге венга до свидания венга там ульт парейдж залетел побил эру конечно ну и по моему он начинается нелегкие времена для команды мидеомейкерс привычный я бы сказал нелегкие времена для команды мидеомейкерс дайерс топ талар санды против цена плод на старладере они в принципе были не на самом там низком месте но нормально да они там боролись в районе десятого места но это из-за того что было очень много команд которые не самые сильные которые не участвуют на тримлигах на емэсах на есэлих и прочих турнирах ну так в этом и прелесть старладера да 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 что они бы там дрались почувствуй себя хорошей командой почувствуй себя альянсом да 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 сыграй там не знаю ну чё в этом сезоне опять таки мы поговорим что это чудесный был сезон то что ни одна команда не развалилась по крайней мере в европе в европе да ну там да у нас были проблемы в америке так медиа хани ой 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 какая кабина правда взрывается здесь у нас а бис в любом случае могут еще убить эру ну очень четко все сделал хани он копнул и туда же двое влетели но здесь флай поздновато конечно ультанул на дереве и 2 в 2 получилось так что в принципе в пользу команды митю мейкерс хани вот сейчас не появится палец и он может в принципе прыгать на инбокера и убивать его да или на тайдон любого убивает но так это он не видит да это не видит но сейчас случайно на него наткнется может быть хотя нет вот на его киа уже майкнули и это пока иллюзии разбивается ну нашли хани хани умирается ух ты ха 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 размансовал причем венга его размансовала никто не знает где он там пошел экшен линка стянули в мидиан поставил стенку пытается уйти спрятался в инвиз тос не точный и 150 хп у линка остается он в живых ну а тут уже хани хани тоже выжил все у него хорошо хани сейчас пойдет в атаку и я знаю этот хани хочет аганим да я тоже думаю что хани хочет аганим под дарксира это то что надо ну а что тут еще собирать тут по-моему очевидно ну да да поскакал 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 у него 800 хп вот единственного минус пока очень он слабенький до заканчивается довольно быстро плане же вычисли но так или иначе сносит сносит а ура фнатики пойдут нет на во второй не идут на эйс атака сейчас будет хекс подкоп ну можно было даже бесконечно без релокейта ну да ладно решил сэкономить результат и 615 счет становится что у нас по графикам по графикам 5000 по xp ведут фнатики по голде хуже семерка 7000 почти 6 половиной до многовато что у тени у тени аганим через 200 голды ну и тут уже с таким тени вряд ли что-то сделают особенно без наличия ярко выраженного хардкерри у команды мим их действительно его нету дайтхантер кстати с даггером может что-то изменить только-только его купил да и был бы неплохой сейчас какой-то врыв толковый посмотрим как оно будет он его уже полил этот даггер поэтому уже помигал процент мутаил пол шестнадцатая минута тайт хорошо очень хорошо надо виспо убивать и того бьете виспо надо убивать ну поздно поздно опять таки стягивает всех в итоге тайтхантер мертвый дерево заходит в толпу дерево ультует по троим ну там и двойник уже умер ну тут забей да тут минус 3 минус все тут будет сто процентов еще эра забегает в толпу про тпл делает эйс ну почти мораль давай ваня проанализируй одним словом одним словом ээээ ты смотри смотри че творят тенис с деревом тэпп 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 дискотека вот 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 ты долго искал это слово но оно очень хорошо подходит тэпп 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 висп с деревом просто полетел на базу к врагу тэпп что-то купить надо просто надо было что то купить да просто надо было что то купить и не совсем понял что они сначала делают ну ладно слетали они туда поиздевались немножко над мумами дискотека я просто долго думал что такое нематерное сказать одним словом обычно это сложно а я ну просто это была очень очень серьезная глупость в исполнении райза то есть он прыгает да он ультует да кажется все окей но начинать миссии тени ну когда вся твоя команда черт пойми где и ты с первого удара станешься об этого тени там да очень плохая коммуникация была сейчас между игроками команды мим ну и скорее всего им уже тут ничего не светит ловит эйса уже по тауров не бояться просто пальцы да эйс погибает юникорн пытается убежать если эра сейчас засыпет то будет еще один фраг ну даже эра не стал засыпать он просто забежал и убил опять таки если отдаешь фнатикам тени с виспом то будь готов ну то есть ну тут линк пытается что-то сделать еще ноутейл живи живет ноутейл ноутейл тут самый живучий еще ты что ну через пять секунд будет ровашка ай через пять секунд будет гг ни ровашки ни аганима на лионе жаль аганима а он начал вообще собирать да он же начал собирать он его почти уже закончил собирать более того ну тут да мимы конечно полные аутсайдеры да ну и кстати я ошибся я поправил флакер между матчами здесь не просто первое место группы выходит здесь лучшие четыре команды после группового этапа попадают в плей-офф так как у нас было в Китае в Корее в Америке то есть такая же ситуация лучшие четыре команды после групп попадают в плей-офф дабл эллиминейшн и между собой разыгрывают один слот в финалы так я тут турнирную таблицу не обновил вот сейчас она обновилась и мы видим что фнатики 2-0 сравнивается у нас они с командой дог ну и мумы 1-5 один матч им остался до конца шансов на попадание вот в этот эээ ну муму в последний матч мы посмотрим следующий как раз против NextKZ шансов на попадание в эту топ-четверку у них нету так что скорее всего это будет Rockskiss Fnatic Dog ну а за четвертое место будет бороться Relax Power Rangers Next да 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 там может быть Virtus.pro Virtus.pro в принципе могут перевернуть ну да если сейчас у них будет 4-3 по итогу то в целом да очень неплохий шанс все может быть до следующего матча у нас по расписанию 20 минут я вас оставляя опять таки чудесной музычкой как всегда ну и услышимся через сколько там через полчасика через полчасика через полчасика на очередном матче пока пока